Она существует уже 115 лет и ни разу, даже в самые тяжелые моменты истории, не закрывалась ни на один день. Еженедельно ее посещают десятки тысяч мусульман, а в праздничные дни – сотни тысяч. В российской столице в понедельник проходят торжества по случаю 115-летия Московской соборной мечети. Именно 23 сентября, 4 года назад, в 2015 году, Московская соборная мечеть получила новую жизнь. А московские мусульмане, которых в столице России проживает от 2,5 до 3 миллионов, обрели новые возможности для комфортной жизни. Так, на месте исторического здания мечети открылся грандиозный золотокупольный комплекс, реконструированный и расширенный, с тех пор ставший одним из символов российской столицы. Сегодняшнее празднование также посвящено сразу нескольким круглым датам – 25-летию Духовного управления мусульман России, 20-летию Московского исламского института и 60-летию основателей главы Духовного управления мусульман Российской Федерации Муфтия Шейха Равиля Гайнубдина. Московская соборная мечеть, которая в период СССР, Советского Союза, объединяла мусульман не только Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, но и всех союзных республик. Вашим стараниям духовного управления, благодаря государству, как вы считаете, стала ли жизнь мусульман в последнее время лучше? Это, безусловно, стало лучше, как в конституционном, правовом, юридическом, в области свободы вероисповедания и свободы совести, защиты их прав и свобод на государственном уровне, не только на общественном. Это можно анализировать и оценивать за те 25 лет, как, например, существуют идеи и действуют на разных территориях нашей страны, наше духовное управление мусульман. Поэтому есть, безусловно, нерешенные задачи, есть еще до конца нерешенные проблемы, которые можно решить не революционным путем, а эволюционным путем можно находить компромисс. Принять участие в торжествах в Московскую соборную мечеть на проспекте мира съехались порядка 500 гостей из разных стран, в том числе министры по делам ислама Турции, Бахрейна, Египта, Омана, Верховные Муфти, Сирии, Египта, Казахстана, Узбекистана. Среди гостей представитель Азербайджана, председатель управления мусульман Кавказа, Шейхулесла, Аллах Шупюр, Пашазады. Примите мои искренние поздравления со знаменательными датами 25-летиям Духовного управления мусульман, 115-летиям Московской соборной мечети и 20-летиям Московского исламского института. Россия исторически складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Значимый вклад в его развитие внесла многомиллионная ума, которая стала неотъемлемой частью российского общества. В четверть века возглавляемое Вами Духовное управление мусульман много делает для сохранения традиций ислама в нашей стране. Муфтият играет важнейшую роль в укреплении межнационального и межрелигиозного согласия, противодействия экстремизму и терроризму. Ведет конструктивный диалог с государством, расширяет сотрудничество с зарубежными исламскими центровами, реализует благотворительные проекты. Практически 20-миллионная ума – это неотъемлемая часть нашей страны. И то, что мы сегодня можем констатировать, что между основными конфессиями, между 193 национальностями в Российской Федерации, сегодня межнациональный мир и согласие, конечно же, здесь заслуга мусульманской умы огромна. И сегодняшнее мероприятие, я считаю, в какой-то степени даже историческое событие не только для мусульман России, но и для всей страны. Я уверен, что это послужит очередным этапом для развития межнационального диалога, межрелигиозного диалога в нашей стране, который является залогом ее существования. Без него – это фактически условия для устойчивого развития нашей страны. Без этого не будет ничего. Ни социалки, ни экономики, ничего. Без согласия между национальностями и религиями, проживающими в нашей стране. Субтитры создавал DimaTorzok Диана Волгаро — Даня Волгаро Продолжение следует...